здравствуйте друзья мы вчера вечера вот может сказать почти сутки назад вернулись из круиза по там островам карибским и там был такой фрагмент у нас в одном из видео что женщина людмила из одесской области которая обслуживала вот эту часть этажа на которой была наша каюта мы с ней так перебросились пары слов и она сказала что не возражает ответить на вопросы наших зрителей но там дальше так получилось что работники вот этого корабля они так здорово заняты что я поговорил с ней просто на ходу где-то вот мы так языками зацепились минут 15 я все вопросы значит там задал а так чтобы уже с камерой совсем не получалось вот я хочу сказать что мы где-то часов в 9 утра мы ушли с корабля а где-то уже в 12 может быть даже раньше начинается загрузка новой смены вот они уже приходят уже должны быть готовы их каюты они там пока что иначе сдают багаж доставляется народ идет на корабль и вечером в субботу тот же самый день как мы с него значит сошли значит в этот же самый день они отправляются дальше то есть там будь здоров такая молотилка и впахивают там ребята как следует и вот мы поговорили с людмилой давайте перескажу содержание разговора мы не только с людмилой на самом деле там еще ребята были там много наших соотечественников людмила уже девять лет занимается вот этой работой она не сразу попала на такой лайнер как вот royal caribbean сначала она ходила из одессы на каких-то там чартерах в турцию в израиль началось это достаточно давно потом у нее уже опыт приобрелся и она стала работать здесь с ней работает муж тоже то есть они они вместе им конечно веселее когда вдвоем и там есть люди которые семейно работают вот у нее и достаточно взрослый сын уже ему там 19 лет поэтому в общем то сейчас это уже не так проблематично конечно когда ребенок был помладше она говорит что это в общем было непросто все но экономические условия как бы проживание на родине были настолько сложными что в общем это был как манна небесно я не спрашивал людмилу сколько она зарабатывает но есть много источников и в частности другие ребята которые там на корабле они говорили что они получают 1200 долларов и когда я в месяц и когда я говорю но это то есть вы можете отложить 1200 долларов в месяц поскольку все готово и да там и питание у них и проживание так далее нет нет если бы год можно было отложить все 1200 там говорят они надо платить за интернет надо платить там за всякие ну какую-то мелочевку они там себе там входят зубную пасту я не знаю в общем говорят так что все 1200 не не удается но в основном то есть грубо говоря если человек работает там контракты шесть-семь месяцев бывают девять месяцев контракт после этого возвращается домой там пару-тройку месяцев побудет дома и там уже дальше пойти на очередной контракт так что конечно если сурь если два супруга работают то есть во первых это легче как бы морально с другой стороны пару тысяч месяц это за год неплохо получится в общем даже с перерывами там и так далее то есть в очень многих местах где люди живут это это достаточно большие деньги можно за пароль там на квартиру заработать и так далее вот но работа там будет здорово правда там надо вкалывать и когда вот я эту часть обсуждал с людьмилой она говорит понимаешь ягод в аркоголик просто по природе поэтому даже вот мы когда едем в отпуск на домой то два-три дня я начинаю там в квартире ремонт делать там какие-то обои переклеивать там еще что то просто есть люди которые не могут сидеть без дела и это конечно работа им гораздо больше подходит чем например людям которые там как денщик у гусара знаете который любит лежать и чтобы в этом барин дозваться не мог быть это конечно другой тип противоположный но есть очень много трудоголиков я как бы не вижу не вижу проблем никаких это тяжелый труд это тяжелый труд они спят по четыре часа я думаю что это бывает что они спят по четыре часа да там такие вещи рассказывали чтобы пальто мне там четыре часа человек спал но все-таки это не не является нормой человек не может четыре часа спать систематические за дня в день просто заболеет и свалится и тогда вот в общем там на там надо пахать конечно желательно быть помоложе надо знать английский в какой-то степени есть у ройл карибин у них есть свой веб-сайт где они нанимают народ то же самое есть на других круизных линиях там есть принцесс есть какие-то норвежин там еще сколько то их есть вот поэтому несложно там погуглить составить список круизных линий там и пойти на их веб-сайты и значит заполнить application и так далее там была девочка одна тоже из Одесской области мы с ней поговорили она работала уже в пищеблоке и вот она говорит что нашла это через агентство в Одессе есть агентство которое помогает найти наверное их много найти работу за рубежом и вот они там ей предложили с этим делом помочь но она по специальности преподаватель иностранных языков поэтому с английским видимо там проблем совсем не было но если человек в той или иной как бы по той или иной причине владеет английским языком неважно как это случилось значит вот можно пойти и там получить такую работу она не требует какой-то высокой квалификации хотя я думаю что по мере роста квалификации можно попадать на какую-то более может быть высокую должность или на какую-то более солидную круизную линию вот Людмила говорила что когда она работала на какой-то другой линии я не помню она называла так там платили не не ты там платили я рассказал 600 долларов в месяц там была плана все-таки 600 долларов это не 1200 то есть так тоже бывает поэтому чем больше опыта тем легче устроиться кроме того нам было сказано что сейчас идет большой найм вот прямо сейчас нанимают кучу народу потому что там новые корабли спускают и нужно больше и нужно больше и нужно больше людей так что я думаю что те кто из вас интересуется значит могут пойти и в практическом плане могут пойти и что-то сделать в практическом же плане я спросил бывает ли такое что вот человек взял и в каком-нибудь порту остался вот допустим там у него контракт он приехал агентин там загружались день в майами вот а он значит на берег сошел и нет человека я вызвал большое удивление значит там у Людмилы она говорит я такого не припомню и так далее то есть бывает что люди контракт заканчивается и они тогда они могут хотеть остаться в порту где у них закончился контракт вот так чтобы человек слинял посреди контракта я говорит такого не помню как говорила нам Людмила и что еще я могу сказать что у нас на канале был один паренек я его снимал который вот так приплыл на круизном лайнере в Майами остался попросил политическое убежище я не помню вошел ли этот фрагмент в само видео когда мы с ним записывали потому что иногда люди не хотят там лишнего о себе рассказывать они говорят вот вот это мы там это вы не спрашиваете но так уже в разговоре скажет она на видео не хочет но бывают бывают и такие случаи тоже в общем я думаю что этот мой рассказ он так примерно покрывает тематику вот эту работа на круизных лайнер безусловно есть много видео на ютюбе есть много написанного в сети я так просто делюсь впечатлениями светлана хочет добавить нет ну значит все ребята счастливо